Библейский портал экзегет.ру представляет Наши лекции записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. Псалом 44. Надписание данного псалма очень многогранное и уже само по себе достойно отдельной лекции в отношении этих терминов, которые в нем перечисляются. Так, в надписании 44-го псалма мы встречаем не только обращение к начальнику хора. Здесь упоминается некое музыкальное орудие шашан, упоминается слово «учение сынов Кореевых, песнь любви». По мысли дореволюционных экзегетов вся эта подборка надписаний появилась не сразу. Многосложный состав надписания говорит, что заголовки были взяты из разных других псалмов и, соответственно, появились позже, чем основной текст. Итак, рассмотрим по порядку некоторые из надписаний. В конец, если следовать славянскому тексту, то будет сказано вместо начальника хора «в конец». Для многих святых отцов, которые читали Библию на греческом языке, и «истотелос» в конец воспринималось как указание на будущие времена, как на пророчество, которое в конце времен должно исполниться. Дальше по-славянски идет термин «о изменяемых». И вот этот термин, он начинает толковаться следующим образом. Итак, что же это за изменяемое? Для святых отцов, опять же, которые читали Библию на греческом языке, здесь виделось указание на те перемены, которые должны произойти в людях, уверовавших во Христа Спасителя, которые свергают себя ветхого греховного человека и облекаются в нового, созданного по Богу и правде его, послания Кефесиным. Но уже до революции за этими изменяемыми экзегеты обращались к еврейскому оригиналу и видели указание на музыкальное орудие шошан или, по-другому множественному числе, шошаним, которым назывался шестиструнный инструмент, имевший форму лилии. То есть буквально так получается, что не просто на шоша, ним, а можно представить себе, что на лилиях. Лилия была образом всего прекрасного, то есть красоты вообще. В «Песне песней» лилии уподобляются прекрасные девы, женская красота. Отсюда есть предположение, что переводчики семидесяти, поняв аль-шошаним в переносном смысле, заменили символ лилия на предмет, тем самым введя указания на некоторых из меньшихся, то есть на тех прекрасных дев, которые переменили свой образ жизни. Для святых отцов эти изменшиеся – это богомудрые лилии-девы, которые стали невестами христовыми, то есть те христиане из иудеев и язычников, которые должны были измениться. Это же мы видим и в словах святителя Иоанна Златоуста, который считал, что псалом был написан о Христе, поэтому имеет и надпись о возлюбленном, то есть о Сыне Божием, потому что таким возлюбленным называется Христос в том самом голосе, который с неба раздается, и о изменяемых, то есть Христос совершил в нас великую перемену по Златоусту, переворот изменений нашей собственной жизни. Итак, псалом составлен в пророческом духе. Он надписан с нами Кореевыми, но, как ни парадоксально, наибольшее сходство он имеет с 71-м псаломом, который надписан именем Соломона, и с книгой «Песнь песней». В основании этих всех текстов мы видим очень много параллелей с Соломоном и с характеристикой его царствования. И, следовательно, как вывод, несмотря на то, что этот псалом является мессианским и прочитывается в христианской перспективе как прообразование как о христианах вообще, так и о Деве Марии, мы дальше об этом скажем, вот все же пророк созерцает божественные образы через призму современных ему исторических событий и заимствует из реалий времен Соломона образы и черты, которые послужили некой конвой, тканью, на которую была потом нанесена соответствующая вышивка и была вышита икона Иисуса Христа. Так, теперь давайте посмотрим отдельные стихи данного псалма. По-русски со второго стиха псалом начинается словами «Излилось из сердца моего слова благое». Итак, «излилось из сердца благого». По-славянски «отригну сердце мое слово благо». Это один из прокиннов, читаемых на богородичных праздниках или на молебне. Слово «отригну», которое звучит неблаговидно по-славянски, скорее всего для тех, кто делал славянский перевод, не значило ничего плохого. Как естественное исхождение из человека звуков, когда человек не может сдержаться в порыве слов, так и из сердца износится благое и доброе сокровище, когда невозможно сомкнутыми устами не словословить Господа. Псалмопевец вдохновлен. Он хочет порадовать и других людей тем, что пережил на своем опыте. Интересно, что по тексту оригиналу данная песня о царе, то есть она не царю, а о царе воспевается. Кто же этот книжник-искорописец? Для святоотеческой письменности под языком или тростью понимался сам Святой Дух. То есть Духом Святым автор вводится и записывает свою песнь. Но если посмотреть на текст оригинала, то, конечно, речь идет о палочке, которая использовалась, тросточка Макаев-Чернила, для того, чтобы писать текст на каких-то папирусах или в последующих пергаментах. Третий стих. «Ты прекрасней сынов человеческих». С этого стиха и далее мы видим портрет величественного царя, потому что песня-то она о царе. И царь представляется нам и физически красив, и интеллектуально прекрасен. У него благородные черты лица, изящные способности ума и сердца, внешняя осанка и так далее. На его устах благодать, то есть его слово золотое, мудрость его вели. И как раз вот в описании этого величественного царя мы видим некую антиномию Иисуса Христа, в котором не было ни вида, ни величия. Но он был уничиженный, он не имел где главу проклонить и так далее. В 4-5 стихах царь припоясывается мечом, сильной славой, красотою, в пышных доспехах. Но далее употребляются слова, которые говорят, что речь идет не только о доблести и воинской силе. Речь идет о том, чтобы царь царствовал ради истины и кротости и правды. И это выражение «Царство истинной роды кротости и правды», как считал епископ Порфирий Успенский, с точки зрения нравственности этики, все-таки не до конца выполнил в своей жизни Соломон. Его нельзя сказать предельным носителем правды и кротости и истины. В отличие от Соломона, эти слова нашли отражение в лице Иисуса Христа. В этом случае не только Давид мыслится как прообраз Христа, но и царь Соломон. Итак, о себе Христос говорит «Есть пусть и истина, научитесь от меня, ибо я кроток, и также он говорил надлежит нам исполнить всякую правду». Итак, этот трехчлен – истина, кротость и правда – в Евангелиях, приложимы к Иисусу Христу и отражаются в его словах. Итак, что значит кротости? Не означает ли это, что Христос должен быть кротким? Ради кротости по претерею Георгию Разумовскому означает сделать людей кроткими, сделать тех людей, которые были свирепее зверей, смиренными и благочестивыми. Стрелы у Соломона острые, вокруг него все падают, жезл его вовек. Обещание Давиду, что престол скипетра не отнимется от него до конца, переходит словно и на Соломона. Жезл правости, жезл царствия твоего и так далее. Мы видим, что царь, который живописуется в данном псалме, он не просто царствует вовек, он еще обладает определенными высокими личными чертами. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. В 9-10 стихе перечисляются разные вещества смирна, алой и кассия. Это перечисление тех самых благовоний. Это могла быть корица, которая росла в Индии и Аравии, или какая-то тонкая благовонная кора, которая употреблялась для благовонных мазей и ароматов. Следовательно, речь идет, скорее всего, о духах и о тех особых видах елея, которые служили для украшения человека, а не только для погребальных обрядов, или не столько. Итак, царь, одетый в благородные, праздничные, торжественные одежды, его престол из слоновой кости. Он умащен соответствующими нарядами. И перед ним пристает царица. Если буквально посмотреть на книгу «Песнь песней», то перед нами действительно принцесса, перед нами возлюбленная, ради которой Соломон готов жертвовать имуществом, ее украшать, который он возвеличивает, возводит к своему престолу. С точки зрения христианской интерпретации, если Соломон – это прообраз Христа, тогда вот та самая щель, которая к нему подводится, это души, уневестившие себя Христу. Или по-другому церковь. Церковь как невеста Христова. Эти же слова, они применимы и к Пресвятой Богородице, к Матери Иисуса Христа, которая ближе всех невест чертога брачного предстоит к Спасителю и принимает наибольшее участие в его богочеловеческой власти. Но какая же историческая канва могла стоять за стихами 11, 12, 13? Почему почетная среди других цариц данная царица должна забыть дом отца своего и свой народ? Вполне возможно, что невеста, о которой идет речь, была дочь египетского царя, которая, хотя и была воспитана в египетском, мудрости, но по-прежнему вместе со своими помощницами, служанками совершала приношения языческим идолам или имела к ним какую-то расположенность. Итак, автор Псалма побуждает ее забыть о той религии, о тех традициях, которые были в доме отца и пропитаться той верой, тем благочестием, которое есть у жениха, потому что если она воспримет религию бога Яхве, она не только обличется в золотые одежды, она переменится и обличется в духовные одежды, и тогда ее собственные сыновья станут для нее отцами, то есть ее дети разделят между собой землю ее мужа, и таким образом о ней побеспокоятся в преклонных летах и заменят ей как отца, так и мужа, если он раньше нее уйдет в мир иной. 14-й, 15-й, 16-й стихи говорят о том, что красота царицы не только во внешних ее нарядах и золотых серьгах и бусах, но во внутренней красоте, в том благонравии, целомудрии, который в последующем воспевал апостол Петр в следующих словах. Апостол Петр, увещая христианских женщин, проводить чистую добродетельную жизнь, им заповедовал, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Бахрома и иные украшения, они ничего не значат по сравнению с внутренней красотой, с добродетельностью души. 18-й стих заканчивается словами, которые также становятся прокином на богородичных праздникам. «Помяну имя Твое во всяком роде и роде». Понятно, что эти слова прежде всего относятся к Богу, имя Божие мы будем поминать во век и век. Но произнося данные слова за богослужение, посвященное Пресвятой Матери, мы, конечно же, понимаем, что и сама благовесть, посланная Архангелом Гавриилом, является началом для новой спасительной истории прославления имя Божие на земле через рождаемое святое семя, через Сына Божия, который приходит в мир, беря от нее человеческую плоть. Подводя итоги данного псалма по протерею Георгию Разумовскому, каждая христианская душа есть возлюбленная невеста Христова. Господь любит Церковь, общество верующих Него, и Он любит каждую христианскую душу. Поэтому и мы призваны возлюбить Господа всем сердцем, всею душою, всею мыслью нашу, больше всего на свете, возлюбить Его святой закон, поклоняться истинному Богу, чтобы кротость, истина и правда воцарились в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok